Книга «Открытым оком», том 3. Тема «Природа», вопрос 1051. Есть ли какие-нибудь объяснения у Бермудского треугольника с точки зрения верующего? Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. Когда Иакову во сне явился Господь, то он, в Итие 28.17, убоялся и сказал, как страшно сие место, это не иное, что как дом Божий, это врата невестные. Но в мире все надвое. Стеракова 33.14. Как напротив зла добро и напротив смерти жизни, так напротив благочестивого грешника, так смотри и на все дела Всевышнего, их по два, одно напротив другого. Если есть места благословенные, где является Господь, то легко предположить, что есть места неблагословенные, где витает дух смерти, разрушения. Как то место, где построен храм Христа Спасителя. Когда святые подвижники искали место, где расположить монастырь или построить храм, они учитывали все, река, лес, малолюдность, но их опыт не был главным фактором. То у них вдруг загоралась в руке свеча, то обреталась икона или еще какой-то знак, указывающий на благословенность места. Об этом неоднократно пишется в житиях. В Бермудске треугольник, как сегодня выявлено, не один, а их очень много на земном шаре. В маленьком масштабе, если живем внимательно, то может быть и в нашей жизни. На пути в Корчино, в селе, в котором я учился шесть лет, среди поля росла небольшая березка, недалеко от этого села. И у меня почти всегда случались какие-то неприятности. Упал с велосипеда на ровной дороге. На этом месте захватил дождь. Велосипед пришлось там бросить пшеницу, на следующий день прийти за ним. Будучи в кратковременном отпуске во время службы в армии, был приглашен в тамошнюю школу на вечер бывших выпускников. Возвращаться пришлось в лунной ночи в снежной степи, расстояние 15 километров. Февраль. Я в солдатской форме, полной силы и здоровья. Пройдя 3 километра до березки, я сразу же заблудился, но не испугался, припомнил все неприятности бывшие здесь и помолился. Заметил тракторный след, кто-то съездил за сеном. Я пошел по нему. Началась метель. Опасаясь волков при выходе из корченого последнего дома, я подошел к зароду сена и нашел лопату. Сделал ее с собой. Через неделю возвратил хозяину. В деревню я возвратился, почти обойдя ее с обратной стороны. Я и по сей день не могу дать этому никакого объяснения. Недавно у меня на квартире поздним вечером дозвонил телефон. Человек назвал свое имя и сказал, я специально нашел ваш телефон, чтобы поблагодарить вас. Вы меня почти не знаете. Фамилия моя Акимов. Я с вами встречался только 3 раза. Вы вели у нас занятия на военной кафедре университета АГТУ. И встречался с вами в городе возле военкомата. И каждая встреча приносила мне необыкновенную радость. Меня повышали в звании, не дожидаясь положенных сроков. Последний раз, когда я шел за упущение получить выговор и увидел вас, то загадал на вас. И мне присвоили звание полковника. А выговора не было. Я посоветовала ему больше со мной не встречаться, иначе будет маршалом смех и грех. Такие маленькие треугольники сопутствуют нам, но часто проходят незамеченными.